Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя» с вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о коррекции бровей. Их форма играет с давних времен большую роль. Например, в Ассирии заросшую переноси смогли иметь только знатные люди. А у Нефертити бровей не было вообще. Ей их рисовали помощники каждый день. Что в моде сейчас? Разберемся по буквам. За советом «Азбука потребителя» отправляется к визажисту Оксане Сидоровой. С нами будет работать модель. Будем следить за процессом от и до. Сегодня в моде натуральные брови немного скорректированы и непременно ухожены. Для этой части лица есть специальные расчески, кисточки, гели и кремы. Коррекция бровей всегда начинается с дезинфекции. Нужно обязательно кожу продезинфицировать, чтобы в процессе не занести туда либо грязь, либо микробы. Для начала надо определиться с формой. Если у вас круглое лицо, брови должны быть приподняты. Их концы закруглены. Для квадратного лица идеальными будут высокие удлиненные брови. Длинное лицо сбалансирует прямые брови, немного удаленные от переносицы. Для женщин с овальной формой лица подойдут дугообразные брови. Небольшой изгиб, поскольку у нее красивый прямой лоб, и мы должны это подчеркнуть. Что касается цвета краски. Цвет краски должен быть между цветом глаз и цветом волос. Поскольку глаза карие и волосы достаточно теплый оттенок, то мы берем коричневый такой каштановый цвет. Он будет ей очень хорошо подходить. Ни в коем случае не скроет красоту глаз. Для определения формы бровей необходимо провести некоторые измерения и вычеркнуть кривую. Это делается очень легко. Из инструментов понадобится лишь длинный косметический карандаш. Для определения старта брови необходимо один конец карандаша приложить к крылу носа, а другой к внутреннему уголку глаза. Пересечение этой прямой с надбровной дугой и есть начало брови. Наивысшей точкой будет являться точка пересечения надбровной дуги с прямой, проходящей через крыло носа, и зрачок. Точка, полученная пересечением надбровной дуги и прямой, проходящей через крыло носа и внешний угол глаза, будет для брови финишной. Через полученные точки карандашом проведите очертание брови. Все, что выходит за границы, удалите пинцетом. Окрашивание брови начинается всегда с середины, потому что самое темное место – это у нас линия изгиба. Дальше начинаем окрашивать середину и кончик, потому что они должны быть более светлыми. Благодаря этому наша бровь будет более мягкая и объемная. Перед тем, как делать коррекцию, Оксана Сидорова создает форму необходимую модель, уход за окрашенными бровями ничем не отличается от ухода за натуральными, то есть с неокрашенными. Это ежедневное расчесывание специальной маленькой кисточкой. Можно делать масляные компрессы один-два раза в неделю с касторовым или оливковым маслом. Избегать долгого нахождения под прямыми солнечными лучами. Для окрашивания бровей сейчас очень популярна хна, поскольку она делает волосы более густыми и крепкими, укрепляет луковичку, делает кожу более здоровой и нисколько не наносит вреда, поскольку это все натуральный компонент растительного происхождения. И держится хна от полутора до двух месяцев, в зависимости от качества ее. В древности женщины использовали только природные красители для волос, например, хну или басму. Они экологически чистые и безопасные, а кроме того, укрепляют волосы. Но сегодня применение природных красителей не принципиально. Современные профессиональные краски гипоаллергенные и позволяют использовать более широкую цветовую палитру. Мастер без труда подберет именно тот цвет или оттенок, который будет идеален для вас, гармонируя с цветом натуральных или окрашенных волос. Общепринято красить брови на 2-3 тона темнее своих волос, и что особенно важно, одного с ними оттенка. В Средней Азии с детства маленьким девочкам красили брови особым веществом и сокорастения усьма в декоративных целях и для стимуляции их роста. Эталоном красоты считались черные и очень густые, причем сросшиеся на переносице брови. Древние египтянки использовали для окрашивания бровей в черный цвет сженую слоновую кость и древесный уголь. Время воздействия краски на брови должно составлять 15 минут, не больше. Если это черные, обязательно 15 и более, потому что если мы будем выдерживать меньше, тогда бровь получится синий. Это обязательно нужно знать. Время прошло, мастер приступает к коррекции. В одной брови насчитывается порядка 600 волосков. В салонах красоты традиционно предлагают клиентам коррекцию бровей с помощью пинцета, а также используя воск или нить. Если вы привыкли по старинке пинцетам, имейте в виду, специалисты рекомендуют проводить процедуру в середине дня примерно около полудня, когда уровень болевой чувствительности наиболее низок. Одним пальчиком мы натягиваем кожу в лицо вверх, другим в бок. Тем самым мы уменьшаем болевые ощущения, и волосок нам легче подцепить, так как он растет. 15 минут, и у вас идеальные брови. После процедуры коррекции рекомендуется приложить мягкую салфетку, смоченную отваром цветков ромашки или кубик льда. Для ежедневного ухода можно пользоваться специальной щеточкой для расчесывания и пару раз в неделю смазывать брови касторовым маслом, используя старую щеточку от туши для ресниц. Будьте довольны собой и почаще улыбайтесь, глядя на себя в зеркало. Это точно поднимет настроение. До встречи!